Когнитивно-поведенческая терапия эффективна в борьбе с тревожностью, паническими атаками, какими-то навязчивыми идеями, действиями. И она эффективна в борьбе с депрессиями. И вот этот ролик, третий ролик моего фильма по борьбе с тревожностью, паническими атаками, он связан с эмоциональным аппаратом нашего восприятия реальности, с чувствами, в основном с правым полушарием. Ведь что такое депрессия? Это негативное восприятие реальности. Это пассивность. Это навязывание себе чувства вины. Это агрессивность в адрес окружающих. Неприятие критики. Это лень. Не хочется ничего делать, действовать. Наверное, депрессией в той или иной степени страдают многие. У многих тревожность. Вот так, беспричинная тревожность. И все это влияет на психику человека. Вот в этом ролике мы будем заниматься эмоциями и чувствами. Мы уже проделали ряд упражнений на это. И я вам скажу, что вы, в восприятии внешних обстоятельств, реагируете не так, как я. Вы можете даже на этот осенний лес, на это пробивающееся солнце сквозь ветви реагировать иначе. Я радуюсь. А вы? А вы огорчаетесь чему-то. Комары кусают. И вот эта оценка, эта яркость восприятия, она предопределена поведением человека, его осознанием. Вот она, когнитивно-поведенческая терапия. И мы занимаемся тем, что учимся владеть эмоциями, создавать эти эмоции. И я записываю вот эти ролики, недалеко, несколько дней назад записал три ролика по пять минут подряд. И потом оказалось, что звук не прошел. Я в своей внучке, десятилетней, спрашиваю, сколько ты думаешь времени я огорчался на то, что затратил столько сил и усилий, и звука нет. Она так подумала, а она вот тоже как-то сейчас воспринимает это все негативно. Ну, такое у нее поведение. Говорит, минут десять, пятнадцать, понимая, что я позитивный человек, я говорю, ровно десять секунд. Потом их удалил и записал другие. Еще лучше. Вот оно, мое восприятие на потерю этого времени, труда, усилий. А другие, да более мелкие какие-то потери, более мелкие проблемы возводят в ранг того, что это конец жизни. И вот поэтому мы занимаемся с вами как бы научением, расширением палитры наших эмоций, чувств и восприятия. Смотрите этот ролик и приобретайте этот фильм, и вы научитесь реагировать на череду нейтральных событий вокруг вас с позитивной, конструктивной точки зрения. Смотрим дальше. Обращайтесь ко мне по скайпу, подписывайтесь на мой канал. Я вам знаю, как помочь.